Здравствуйте, это ЮТВ, в эфире Клуб Менторов. Добрые айтишники с уральскими лицами. Сегодня мы рассмотрим три проекта. Во-первых, сервис постоянной помощи умершим. Во-вторых, конвейер для строительства сайтов. И в-третьих, служба еды, которую нельзя есть. Начнем с умерших. Этот проект представит Михаил Свердлов. Проект называется Лидор Вадор. Добрый день, уважаемые коллеги. Все правильно, проект Лидор Вадор переводится как из поколения в поколение, переводится с иврита, потому что мы начинали работать с еврейскими захоронениями. И по традиции, которые мы сегодня вводим, у меня есть два вопроса менторам. Первое, это как быстро и качественно обкатать новые кейсы монетизации проекта, которые я представлю в презентации. И еще как быстренько расширить клиентскую базу. Два слова о проекте. Два слова о проекте. Для расширения клиентской базы. Для расширения клиентской базы. Давайте сначала пройдемся по оглавлению. Что я вообще расскажу про саму идею проекта. Пишу продукт, который мы предоставляем людям. Бизнес-модель, методы монетизации. Пишу рынок и непосредственно перейду к планам, конкурентным преимуществам. И что нам надо для того, чтобы было полное счастье у всех. Умер. И не только. Идея и суть проекта, это предоставление возможности заказа и оплаты ухода за захоронениями из любой точки мира в один клик и дистанционный контроль выполнения работ. Сам продукт, который у нас сейчас есть, это база в 117 тысяч захоронений на 49 кладбищах в 39 городах СНГ. Что продолжается в постовой базе? Это фотография георасположения каждого захоронения. Каждое кладбище структурировано и каталогизировано в правильном порядке, что любой человек может найти интересующее его захоронение. На данный момент у нас проект выстроен, понятно, как его масштабировать, и мы это достаточно успешно делаем. Сейчас мы это делаем только в рамках еврейского сегмента, потому что изначально пошли по нему и делаем национально-еврейские кладбища. Для ясности услуга состоит в том, что вы людям, которые не живут в городе, предоставляете услугу ухода за могилой родственников. Абсолютно верно. Мы предоставляем услугу любому человеку из любой точки мира. И, как показывает практика, зачастую это люди непосредственно из тех же мест, где находится захоронение, дистанционно, просто через интернет, через веб-сайт найти могилу, которых его интересует, и обеспечить уход за эти захоронения. Предоставляется базовый перечень работ. Это покраска, восстановление надписей на захоронение, уборка, регулярные абонементы. Все, что вы можете представить, и что делается достаточно просто и быстро. Все остальное выясним по ходу. Я менторов не представляю, вы очень известны, и вас будут подписывать еще, зрители увидят. Все остальные знают, как вас зовут. Давайте задавать вопросы. Особенно, я думаю, всех взволновал вопрос об увеличении клиентской базы. Да, все же сделает за нас временно. Извините. Хорошо. Очень как быстрее. Ты понимаешь же вопрос? Коллеги, я могу просто показать еще три слайда, чтобы вам было понятнее, о чем мы говорим сейчас и вообще, зачем мы здесь собрались. За последний год мы добавили 9 кладбищ, как написано на слайде, и что показательно, 90% наших клиентов возвращаются к нам в следующий год, заказывают услуги и, как правило, приводят еще одного друга с собой, тем самым подтверждая качество услуг. С точки зрения продукта, сейчас у нас есть методика и программное обеспечение по каталогизации непосредственно, это первый уровень, с которым мы работаем. После этого есть у нас выстроенный бизнес-процесс размещения полученных баз каталогизированных, уже оцифрованных на сайте. Соответственно, есть сайт непосредственно с возможностью поиска по базе и оплаты услуг. И мы умеем быстро и качественно выполнять работы по уходу за сохранением непосредственно, что является ключевым аспектом проекта. Таким образом, мы осуществляем, наверное, и практически единственный в России полный цикл работ от установления места за хранение до отчета удовлетворенного заказчика о выполненных работах. Сколько уже есть клиентов? Я не скажу, сколько клиентов, я буду говорить в процентах. Значит, у нас в текущей версии 10% заказов не из базы, то есть это те, которые не вошли, но люди хотят сделать уборку тех захоронений, которые они нашли у нас в базе, но мы это можем также сделать. И мы работаем с точки зрения 100% предоплаты. И люди идут на это и доверяют нам. Мы берем в аутсорсинг людей, которые выполняют нам непосредственно работы, и посылаем заказчику отчет. Получаем благодарности и 70-80% от стоимости заказа, то есть маршинальная прибыль составляет 70-80%. А сейчас вы как находите клиентов? Они узнают через какие-то еврейские организации? Клиенты сейчас находят нас сами. Это полностью органический трафик, при этом... А по каким запросам? Как мы обсудили с Евгением, уже запросы там отсутствуют. Там запросы у уборка еврейских захоронений или уборка вообще захоронений в России, они составляют порядка 20 тысяч запросов в год. В первую очередь они находят нас... Каким-то другим образом. Сарафанное радио. Что такое тогда органический трафик? Органический трафик, это просто люди приходят к нам без какой-либо рекламы, мы не рекламируемся нигде. Люди просто зашли на проект и нашли то, что им требуется. Это и пынт трафик, да? Они просто вводят название, то есть они откуда-то узнают домен. Откуда-то узнают домен. А вот сколько из существующих клиентов приводят друга? 90, как я сказал. 90% клиентов? Возвращаются, и они приводят друга. И каждый из них приводят одного друга. Вам ничего делать не надо? И так вырастет клиентская база. Ничего надо делать, просто есть понятная прибыль, которая сейчас, есть понятная перспектива проекта, которую мы считаем достаточно большим. Смотрите, а еще уточните, где вы хотите искать клиентов? Вы хотите идти вглубь еврейского сегмента или вы планировали развивать еще мусульманский? Ну и тогда вам тоже, наверное, ничего не надо сделать, только заявиться. Мусульманские кладбища растет. Мы как раз перешли на тот слайд, где мы говорим о рынке. Да, есть одна гипотеза, что мы можем совершенно спокойно идти в другие национальные кладбища. В первую очередь, это мусульманские, потому что другие диаспоры скорее не обособлены с точки зрения захоронений. Армянские. Эти кладбища, они зачастую являются частью обычных русских и никаким образом не обособлены в отдельные кварталы. Ну и что? В диаспоре зато есть традиция. А почему именно по диаспоре работают? Хороший вопрос, потому что изначально есть большой опыт работы с еврейскими организациями. Все родственники, которые умерли с захоронения на еврейских кладбищах, проект начинался совершенно как не коммерческий, он и сейчас так или иначе приносит достаточно большую прибыль, но при этом мы его зачастую реинвестируем для того, чтобы сделать каталоги еврейских сохранений, привести их в порядок и восстановить. Мы просто понимаем, что накоплен опыт программного обеспечения, методики, позволят нам выйти сейчас на любое другое кладбище и реализовав ряд ФЗ, которые существуют в России и, соответственно, есть потребность у рынка, каталогировать любое кладбище в Екатеринбурге, Москве, Владивостоке и так далее. А может, кейс тут тогда в заключение с принципальными службами? Это как раз тот кейс, который, давайте я пролистаю просто по планам, мы думаем, что это будет востребовано и хотим это проверить, предлагать непосредственно МУПам услуги по каталогизации, то, что им сейчас в ближайшие годы потребуют с точки зрения ФЗ, то есть под ключ сделать для них работу и потом давать им возможность дистанционного заказа услуг. То есть это не на оказание собственной услуги, а на каталогизацию? Каталогизация и предоставление сервиса дистанционного заказа услуг. То, что сейчас у МУПов нету, это совершенно другой рынок для них, расширение их горизонтов. По факту это совершенно другой рынок и много для них... По поводу роста клиентской базы, Евгений, в принципе, правильно сказал, что каждый приводит еще одного человека, вы там экспоненциально растете, все хорошо. Но если вы хотите ускориться, вы зря говорите, что нет запросов. Я сейчас посмотрел в гугле, например, есть такие запросы, как найти могилу родственников, найти родственников, найти захоронения. Их много. Соответственно, оказываете услуги поиска родственников. То есть это сопутствующая услуга. Если у вас есть хороший каталог, вам это делать просто. Я хотел добавить, потому что, говорит Глеб, я вот подумал, что... Ну вот я знаю, где лежат мои родственники, которые на сибирском кладбище лежат. Это родственники в двух поколениях. Где у меня захоронены прабабушки, я просто не знаю. И я думаю, что если у вас сервис совмещать с сервисами этих генеалогических деревьев, то вы не столько увеличите клиентскую базу, сколько вы увеличите, ну как бы чек на клиента, серьезно? Сейчас чек на клиента составляет 180 долларов. Обычно один человек сколько заказывает уборку? Сколько могил? Сколько могил? То есть, понятное дело, что мы можем ждать, и через несколько лет у нас клиентская база у Троица, у Четверица, у Пятерица, да, там будет некая экспонента. Но при этом, понятное дело, что хочется это несколько фасилитировать. Так как почему не получать прибыль, которую можно получить сегодня? Сегодня. Очень мало времени, поэтому давайте набрасывать идеи. Глеб, я отвечу по поводу поиска. Это отдельная тема, скорее всего, это не совсем наш профиль, потому что в том модели, который есть сейчас, мы каталогизируем, мы можем каталогизировать с достаточно большой скоростью, если есть бюджет под это. Нет, нет. Запрос на поиск, он может... Могу потом пояснить, как можно это сделать, и представить, что быстро придешь. Я с вами абсолютно согласен, но с точки зрения книг, которые есть на кладбище, они не информативны. Это надо либо самому полностью делать каталог с нуля, идти на кладбище делать, либо ходить и искать каждую конкретную заявку, если какие-то хотя бы ориентиры есть. Это вот что касается... Нет, но направление... Если вы так растете, и так хорошо приходят клиенты, почему не найти инвестора и не каталогизировать с нами? Чем сейчас здесь занимаемся? А, вы ищите инвестора. Мы его уже нашли даже. Есть такой момент. Если у вас есть база по человеку, кто его родственники, есть база родственников, но если не вами сделаны, есть другие проекты, их много, которые концентрируются на этом. Которые, найди свое имя и так далее. Но их много. У которых есть базы генеалогий. И есть такая другая услуга, не ваша просто. Просто пересечь два графа же можно. Совершенно верно. Мы с крупнейшим еврейским генеалогическим сайтом партнеримся. На данный момент это партнерство не принесло никаких результатов с точки зрения того, что люди оттуда как-то не идут. Не надо их рассматривать как источник трафика. Нужно их рассматривать... Как источник контакта. Смотрите, вот у вас есть ваша клиентская база. Если вы... Вот есть человек, который вам платит за уборку могил. Если вы ему присылаете фотографию могилы его родственника, о которой он не знал в другом городе, он, возможно, за нее тоже заплатит. Возможно, так же вы хотели бы купить... Мысль интересная. Спасибо за нее. И я думаю, что мы это сможем реализовать. Это еще одно направление к тем, которые мы уже придумали. Так или иначе. Алексей, вы молчали. Можете резюмировать? У меня вопрос все-таки еще по поводу расширения клиентской базы. То есть вопрос по поводу расширения клиентской базы. Вот территориальная диаспора, если выходить, там та же мусульманская, армянская, то есть они все равно живут как-то обособленно. Выходить на обычные муниципальные кладбища, там, как правило, на связях и на мафии держится. Вот здесь вот какой драйвер роста? Почему они должны начать с вами работать? С точки зрения еврейской диаспоры, есть договоренность, что в следующем году порядка 100 тысяч семей по России получат информационный буклет. А с точки зрения, допустим, тоже мусульманский диаспора? С точки зрения той же самой мусульманской, там драйвер роста очень простой, понятный. Надо также сделать некую рассылку адресную. Обычно, то есть то, что мы сейчас предлагаем с еврейской общиной, это просто 10% от тех заказов, которые к нам пошли, мы им отдадим как бы творительность. Все. Все, полминуты. Алексей, можете резюмировать? Ну, то есть, вам кажется, что нужно помогать этому проекту, или все уже готово, и главное работать, деньги искать, каталог дальше составленный? Идея прикольная, по крайней мере, рынок не ограничен, и не надо работать над лояльностью. С точки зрения масштабироваться, ну, при такой экономической ситуации, ситуации в экономике, да, не в проекте, то действительно надо привлекать инвесторов вперед. Спасибо большое. Это был проект под названием «Ладор Вадор», и сейчас Марию Кириченко мы позовем с проектом «Смартпейдж». Спасибо вам, Михаил. Ну, не хочется каламбурить, но очень живенький, конечно, был проект. Мария, в бой. У вас просто конвейер по строительству сайтов. Всем добрый день, добрый вечер, точнее. Добрый. Я, на самом деле, месяц назад уже была перед нашими менторами, с некоторыми я общалась. У нас изначально «Смартпейдж» как конвейер сайтов. Как это тут включается? Следующий, да? Ну, вы рассказывайте. Там есть открытые документы уже свернуты. Открывайте. Так, презентацию я вам открою. Значит, я пообщалась. Ой, я не зря его так. Ну, ничего, вы говорите, сейчас вам помогут. Хорошо. В общем, в прошлый раз, где-то месяц назад, я заявилась с этим проектом в «Экспол». У нас был тоже от «Фри» общение с менторами. И рассказала о том, как работает наш проект. В принципе, не вызвало, так скажем, большого ажиотажа и удовольствия. Вот сама идея конвейерных сайтов. У нас проект существует довольно давно, и не очень много клиентов.